МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Толстеют ли от макарон? Смотря от каких, с чем их есть и сколько, конечно. Макароны на завтрак, обед и ужин с сыром, сосисками и в сливочном соусе никакая талия не выдержит. Поправляются скорее не от макарон, а от жирных соусов и других добавок к ним. Телетологи советуют употреблять макароны твердых сортов пшеницы. А секрет твердой пшеницы в том, что крахмал, содержащийся в ее зернах, твердый и кристаллический, тогда как в мягкой пшенице он мягкий и аморфный. Питательная ценность макаронных изделий группы «Б» из мягкой пшеницы сравнима с ценностью хлеба. Отсюда расхожее мнение, что от макарон толстеют. От хлеба толстеют, не от макарон. Цены на составляющие, пожалуй, самого несложного ужина мы сегодня изучаем. В зоне внимания крупнейшие ритейлеры и шкаралы, супермаркеты, делающие погоду на потребительском рынке, как за счет объемов товаров, закупаемых у поставщика, так и за счет числа покупателей, приходящих в магазин. Так, килограмм самой дешевой колбасы докторской местного производителя найдете в сети супермаркетов «Наш» и «Гурман» – 168 рублей 90 копеек. Самую дорогую предлагает «Радуга» – 224,90. В остальных супермаркетах и на рынке килограмм этой вареной докторской колбасы обойдется в среднем в 200 рублей. Самую приемлемую по цене ветчину классическую найдете в сети супермаркетов «Пятерочка» – 62 рубля 80 копеек. Ценовый максимум мы обнаружили в Евроспаре на 30 рублей дороже – 192 рубля ровно. В магазинах «Наш», «Магнит», «Гурман», «Радуга», «Кувшинка» и на рынке ветчина классическая обойдется вам примерно в 170 рублей. Цены средние на килограмм макарон перьями установились в магазинах «Наш», «Магнит», «Пятерочка», «Радуга», «Перекресток», «Кувшинка» и на рынке. Ваш кошелек похудеет в среднем на 22 рубля. Самая высокая цена за килограмм макарон в Евроспаре – 32 рубля 50 копеек. Напротив, самая доступная в «Гурмане» – 17,80. Напоследок рассмотрим цены на килограмм спагетти. Чтобы значительно сэкономить при их покупке, придется отправиться вновь в один из супермаркетов сети «Гурман». Тут спагетти стоит 17 рублей 80 копеек. Максимальную цену мы обнаружили в Евроспаре – 32 рубля 50 копеек. В остальных супермаркетах и на рынке килограмм этих макаронных изделий обойдется вам примерно в 20 рублей. Понравившаяся вам вареная колбаса не должна быть слишком яркого, нереального цвета и с потеками воды на разрезе. Если килограмм колбасы стоит вдвое дешевле килограмма свинины или говядины, перед вами некачественный продукт. Бывает, что в подпорченную колбасу для придания ей свежего вида подкрашивают фут фуксином. Это несложно проверить. Нарежьте колбасу и облейте ее крепким алкоголем. От фуксина алкоголь становится красным. В нашем случае этой добавки не обнаружено. Также в колбасу частенько добавляют крахмал. Это несложно проверить. Капните на срез колбасы капли йода. Если наблюдается посинение колбасы или появление отдельных синих точек, это говорит о том, что в колбасу однозначно добавлен крахмал. Качественная сырокопченая ветчина отличается красной окраской и наличием тонкой прослойкой белого сала. Наличие беловатого налета на копченой ветчине – это не плесень. Напротив, такой налет свидетельствует о том, что копчение производилось правильно. И ветчина отвечает всем требованиям ГОСТа. При покупке копченой колбасы или ветчины обращайте внимание на их состав. Обычно такие продукты изготавливают из свинины, говядины или их смеси. Цвет макарон должен быть светлым, однотонным, должен соответствовать виду муки и различным примесям, внесенным в тесто. Поверхность макарон должна быть гладкой, допускается небольшая шероховатость без признаков непромеса. Вкус и запах должен соответствовать макаронным изделиям, без привкуса горечи, плесени и других несвойственных для макарон запахов. Излой макарон должен быть стекловидным, форма соответствует виду макарон. В пачке не должно быть никаких мелких комочков и муки. Макароны плохого качества получаются липкие и превращаются в кашу. Поэтому убедитесь, что на упаковке написана группа А – макароны из твердой пшеницы. Они имеют натуральный желтый цвет, при их приготовлении вода всегда остается прозрачной. Такие макароны практически не содержат жиров, зато белков и крахмала в них предостаточно. Следите за тем, что вы едите, и не пропускайте рубрику «Цинник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова